Итак, приветствую вас, Елена. Спасибо вам большое за то, что вы приожидали, за то, что вы дошли. Спасибо вам за ожидание. Я прочитал ваш вопрос. Значит, условно вы разделили его на две части. Это первая часть. Условно назовем ее страх. Страх отверженности. Страх быть отверженным. То есть, вторая часть это вопрос, посвященный тому, о чем мы с вами говорили до этого. Итак, начинаете вы свое письмо. Говорите о том, что в течение пяти лет у вас нет вероятных отношений. Вы не влюблялись в это время. Боюсь потерять голову. Присутствует страх отвержения. Страх, что обманут. Поиграют на чувствах и не пойду дальше в отношения. На шестцу даже вы пишете про то, что занимаетесь с собой, на свидание заходите. Но реально вам никто не нравится. Ну, про йогу вы писали, да, это я помню. Далее вы пишете про, собственно, то, что почему у вас появился страх отверженности. Значит, как бы, любой страх это всегда опорщение возможности наступления определенных негативных последствий. И вот то, что ваш парень использовал технологии НЛП, гипноз и неаккуратно использовал всяческие приемы, давайте подумаем, вот почему ваш парень вот это все использовал. НЛП, гипноз и так далее. Чем это было? Продиктовано именно с его стороны. А с его стороны это было продиктовано именно тем, что мужчина не был в себе уверен. То есть, мужчина не мог полагаться на свои природные качества, и в результате он использовал вот эти вот приемы. То есть дело здесь не в вас. Вы ему изначально были не нужны. А вы ему изначально не были, как бы, интересны, как человек, как женщина. Он изначально планировал использовать вас только как временного партнера. Что он не делал? Почему? Потому что вот эти все приемы, которые он использовал, они как бы говорят об этом сами для себя. Мужчина, который настроен серьезно, не будет использовать НЛП, гипноз и прочее. Дальше. Значит. Далее вы пишете про то, что у вас отношения были в следующие два года, но вы решили расстаться, потому что у нас была разница в интересах. То есть вы от себя родились, а мужчины нет. Я полагаю, что здесь проблема критериев отбора ваших мужчин. То есть в принципе женское поведение у вас есть. Когда вы пишете, что вы выглядите привлекательно, постоянно занимаетесь развитием, готовите, одеваетесь, вы добрые, нежные и так далее. У вас проблема с критерием отбора мужчин. Вам 28, наверное, вы немножечко все-таки идеализируете своего мужчину. Вы хотите, чтобы он был идеальным. Естественно, это лишь предположение, но давайте мы для начала с вами разберем то, что у вас идет вот как бы дальше. Вы описываете свой страх отвержения, как, по сути дела, копали, как система копали. Как самокомпания вы описываете свой страх. То есть вы боитесь проявить изличный интерес, потому что вас отвергнут. И вот к этому моменту, вот к этому аспекту давайте мы попробуем два подхода. Первый подход. А вот, собственно говоря, если случится так, что вы проявите много интереса, да, много, по своему желанию. Вот предположение, что вы хотите проявить себя, да, проявить интерес к мужчине, вы его проявляете, но из-за того, что вы боитесь, вы не делаете этого до конца. Да, и получается, что вы не являетесь самой собой в этот момент. И когда вы себя контролируете, когда вы не прислушиваетесь к своим эмоциям, к своим чувствам, да, когда вы постоянно пытаетесь их анализировать, вы, естественно, не являетесь собой. И мужчина со стороны либо думает, что вы как-то играете с ним, либо думает, что вы сами не знаете, чего вы хотите. Потому что вот вы проявили, допустим, тепло, потом вы этого же тепла испугались, и уже в следующий момент вы холодны. Мужчина этого не понимает, и, наверное, поэтому у вас отношения не получаются. Значит, нужно также понять еще вот что. Вы много говорите о страхе отвершения. То есть вы боитесь, что вас отвергнут. Но вы не говорите о том, что же такого страшного в том, что мужчина вас отвергнет. Ну вот, не понравились вы мужчине, например, Он решил с вами перестать общаться. Ну давайте подумаем. А что именно вы от этого теряете? То, что он вам понравился, а вы ему нет? Но вы не можете повлиять на это, потому что нельзя заставить мужчину испытывать чувства. Вы боитесь, что мужчина поиграет с вами, как вы написали в начале. Поиграет на чувствах и не пойдет дальше. Понимаете в чем дело? Серьезный мужчина, он, как правило, достаточно четко знает, чего он хочет. Ваш первый молодой человек, ваш первый парень, когда вам было 17 лет, значит, он был слишком в себе не уверен, поэтому использовал НЛП. Ваш второй мужчина не захотел развиваться, и возможно, вы теперь считаете, что мужчины могут быть либо полигамными, да, либо, ну, недостаточно умными. И вы на данный момент ищите того самого идеального. Как бы, как бы, если мужчина вас отвергает, то это не ваша проблема на самом деле. Это его проблема. Например, мужчина начал с вами встречаться. И понял, что вы ему вообще-то, говоря, вот в целом, ему нравитесь. Но внезапно у него появилось ощущение, что он не потянет вас. У него появилось ощущение, что он не справится с вами. То есть он не сможет дать вам того, чего вы хотели бы. И поэтому он начинает в зависимости от типа своей личности вести себя, ну, любыми путями на выбор. Первый путь, первый вариант, это мужчина отстраняется, отдаляется, становится холомим. Второй вариант, это мужчина пытается взять от вас все, что ему нужно. И здесь очень важно понимать. Во-первых, несколько вещей. Я даже как-то вот несуществом немножечко не знаю, как вам это говорить, потому что, ну, все-таки вы уже взрослый человек, и мне сложно представить, что вы можете не знать таких вещей. Но, тем не менее, первый момент, отношения это не, как бы, ну, не инвестиции. То есть если вы вкладываетесь в человека, то вы вкладываетесь в человека, потому что вы этого хотите, потому что вам этот человек интересен, дорог, небезразличен, и вы желаете, чтобы этот человек был счастливым. То есть вы стараетесь дать ему то, что сделает этого человека счастливым. И все. Ничего не желая вредом получить взамен, если говорить именно про отношения с мужчинами, с троличной жизнью. Но вы смотрите при этом, как мужчина относится к вам. Ухаживает ли он за вами. Заботится ли он о вас. Бережно ли он к вам относится. Или нет. И отсюда, вот прямо на листке бумаги, можно написать, что вам, мужчина, по вашему мнению, должен давать, как мужчина, да, то есть там, кому-то нужна ласка, кому-то нужна поддержка, кому-то нужна забота, кому-то нужен, там, интересный диалог, кому-то нужно что-то еще. И что вы, как женщина, можете мужчине дать. Дальше. Важно показать, что вы можете дать мужчине то, что ему нужно. То есть при общении с мужчиной нужно понимать, нужно изучать мужчину, нужно задавать ему вопрос, спрашивать, что ему нравится, что ему не нравится, какой у него идеал женщины и так далее, чтобы понять. Можете ли вы дать ему то, что он хочет. Если можете, то нужно показать, что вы можете быть той женщиной, которая ему нужна. И тогда мужчина, если он заинтересован в вас, начнет вас завоевывать. Или он сразу изначально поймет, что вы та самая женщина и так же начнет вас завоевывать. Но, понимаете, какой здесь момент. Не нужно позволять мужчине делать то, что вообще-то, говоря, вам не нравится. И нужно вот именно обезопасить себя. То есть какие-то вещи вы, например, делать не будете. Если мужчина, например, против вас применял НЛП и гипноз, то, соответственно, вам нужно освоить технике сопротивления этим вещам. Здесь, как бы вот в таком формате, в формате ответа на вопрос, в формате аудиоответа, этому научить невозможно, невозможно. Но я думаю, что техники эти есть. Дальше. Смотрите не на то, что мужчина, как говорит, не на то, что мужчина там на вас смотрит, там как-то, может быть, проявляет свою симпатию и так далее. Смотрите на его к вам отношения. Это самое главное. И на поступки мужчины тоже смотрите. Если мужчина относится к вам бережно, если вы чувствуете, что его волнует только ваше желание и то, что вы хотите, то есть вы для него на первом месте и ваши потребности, ваши желания для него на первом месте, и он сперва делает то, что хотите вы, и только потом думает о себе, то вот это является правильным, вот это является нормальным поведением. И за этим поведением нужно следить. То есть следить, чтобы вы делали только то, что мужчина... Правильным поведением, прошу прощения, является то, что правильный мужчина, когда на первом месте выступают ваши желания. Если вы видите, что мужчина думает о себе и следует своим желаниям, особенно на первых этапах отношений, когда вот еще вы только общаетесь, ну это уже как бы вам тревожный звоночек. Тревожный звоночек относительно того, как мужчина будет вести себя дальше. А следующий важный момент, это то, что мужчине нужно стимул, чтобы развиваться за вами. То есть мужчину нужно стимулировать на то, чтобы он хотел идти за вами. Хотел, вот как в вашем случае, в ваших вторых отношениях, где у вас два года был молодой человек, равниться в развитии интересов. Тут нужно тоже очень важно, очень тонко подходить к этому вопросу, потому что нужно показывать мужчине, что ваши интересы могут быть его интересными. А его интересы ваши, для этого нужно выделять, как бы вот, в качестве сферы ваши интересы, в качестве сферы его интересы и искать смежные интересы, где бы вы могли пересекаться. И тут нужно упорство, нужна игра, нужны различные формы подачи этих интересов, в зависимости от того, какой мужчина именно. Но рано или поздно всегда разница в развитии наступит. Если мужчине вы дорого, то он ради вас может начать что-то делать. Но для этого нужно показать ему, что вы можете дать и дать мужчине то, что он хочет. Для этого нужно знать его желания, а для этого нужно с ним общаться, разговаривать с любыми мужчинами, с любыми мужчинами, неважно с какими, с любыми, для того, чтобы понимать, какие у них желания. Да, бывает так, что человек, в принципе, вот, интеллектуально развит не очень сильно. Но у него желания настолько глубокие, настолько чувственные, что они могут, в принципе, зацепить вас. И тут тоже нужно, вот, опять-таки, касаясь критериев отбора мужчин, нужно вам определить, а какой вам мужчина все-таки нужен. Вот вы говорите, что вы проживаете в ДНР, и тут интеллект резко изменился, выбор не такой большой, и работаете вы удаленно. Значит, вам нужно либо расширять географию поиска, либо общаться в интернете, в различных группах, искать там человека, который мог бы как-то соответствовать вашим интересам. То есть это тоже очень важный момент. Дальше. Следующее, о чем мне хотелось бы вам сказать. Значит, страх отвержения. Страх, что вас бросят, проиграют в насильствах, имеет место лишь тогда, когда вы чего-то боитесь. То есть вы не уверены в себе и из-за этого боитесь, что мужчина вас бросит. Вы боитесь, что мужчина вас отвергнет. Вы боитесь остаться одна одна. Ну, или, может быть, остаться без мужского внимания, скажем так. Чтобы этого не было, вам, во-первых, нужно общаться не с одними, а с несколькими мышцами. Чтобы этого не было, нужно представить себе, что же, собственно говоря, произойдет, если вас отвергнут, а какие негативные последствия наступят для вас, и что именно они в себе несут. Ну, отвергнут вас. И что? Если это произойдет, это случится рано или поздно. Пусть это случится раньше, чем поздно. Но нужно для себя четко понимать, что если вас отвергли, если вас отвергли и вы делали все, как вот я говорил раньше, то это неизбежно. А если вы сразу начинаете вешаться мужчине на шею, например, то да, он перестает ценить. Мужчина перестает ценить ту женщину, которая кажется ему доступной. Вам не нужно казаться доступной. Вам нужно наоборот показывать, что вы можете осчастливить мужчину, но только если он будет что-то для вас делать. Благо у вас есть все необходимые для этого моменты. В разговоре, в разговоре нужно быть собой. Если вы хотите посмотреть на мужчину и задержать взгляд, сделайте это. И не думайте ни о чем. Это ваше чувство, это ваше переживание, это правильно. Если календарь предложите ему чаю, пригласите чаю, неважно, что вы подумаете, если вы подумаете, что-то больше осадите его. Вы всегда можете его осадить. Если вы боитесь насилия, то продумайте стратегию самозащиты. Продумайте стратегию самообороны. Умейте постоять за себя в случае чего. Это важно. Важно для уверенности в себе. Но если вы хотите что-то сделать, сделайте. Так вы будете выглядеть естественно. Для мужчины, да и вообще для людей, важно, чтобы вы выглядели естественно. Только естественное поведение может привлекать других людей. Только естественное поведение может стать основой для крепких отношений. Дальше. У вас не должно быть никакой зависимости от человека. И у человека от вас также никакой зависимости быть не должно. То есть ваше отношение это отношение двух равноправных, удовлетворенных, полноценных людей, которые свободным волеизъявлением, да, то есть актом свободной воли, решили проводить друг с другом какое-то время. Все. Никакой нуждаемости, никакой зависимости, никакого восприятия кого-либо из вас в качестве средства для осуществления своих желаний быть не должно. Потому что это все приводит к тому, как раз таки, о чем вы писали. О чем вы писали? Первый опыт отношений. Мужчине нужны были вы для самоутверждения. Второй опыт отношений. Вам мужчина не понравился, кем-то не хочет, не хотел развиваться. Ну, казалось бы, если вам с мужчиной хорошо, если вам с мужчиной приятно, комфортно, удобно, ну, на темы, которые интересны вам, общайтесь с другими людьми. А его постепенно, постепенно поднимайте в этом. У мужчины есть право не интересоваться тем, что интересно вам, и не развиваться, если его это устраивает. Но у него может быть ряд других качеств, которые делают его для вас идеальным мужчиной. Вы его бросили, потому что, наверное, не удовлетворяли свою потребность вот в общении с интересными людьми. У вас этот мужчина был еще и в качестве обязательного собеседника для, скажем так, отключенных бесед, для диалогов, для дискуссий. Если так, если так, то это, опять-таки, случайно. То есть, когда вы с ним начали встречаться, вы были на одной ступени развития, он воспринимал такой, какая вы есть. Потом вы резко подскочили к своему развитию, мужчина либо понял, что он до вас не доберется, либо понял, что он не хочет добираться, и так вы повзрослели, так вы как бы осознали свою потребность, во многих именно умный мужчина, допустим, допустим, во многих умный мужчина. Но, еще раз повторю, вам нужно иметь круг людей, с которыми вы могли бы общаться на все вот эти вот интересующие вас темы. Не может быть такого, чтобы ваш мужчина, ваш муж, был бы всем тем, кем вы хотите его видеть. То есть, это и как бы партнер в личной жизни, это и партнер в хозяйственной жизни, это партнер в дискуссиях и так далее. Вот всего этого быть у вас не может. Чем-то придется рисковать, что-то придется как бы потерять, если вы хотите быть мужчином. И поэтому вам нужно как раз таки выделить основные мощные качества, которые вас интересуют. Дальше. Что касается отвержения, здесь я думаю, вообще, говоря о страхах, я всегда работаю тремя методами, тремя подходами, я думаю, что для вас будет верным, актуальным два подхода. Первый подход я называю как бы объектом, второй подход с объектом. Значит, в первом случае, вот, когда вы общаетесь с мужчиной, да, вы, например, посмотрели мужчине в глаза, возвращали на нем взгляд, и у вас уже тут же возникают сомнения, а что он подумает, подумает, почему у вас возникает сомнение, потому что вы боитесь быть отвержены, вы не доверяете. Спрашивает себя каждый раз. А он что, он меня уже обманул? Он что, он уже меня отвертил? Нет, нет, надо же все в порядке, и можно продолжать дальше делать то, что, вот как бы, ну, то, что вы делаете. Одергивать себя постоянно вопросом о том, произошло ли то, чего вы боитесь. Постоянно спрашивая себя, вы будете возвращать свое сознание в рациональный мир, тем самым убирая возможность этого самого страха. Страх, еще раз, не любит переноса в реальный мир. Страх живет исключительно мистическими, сказочными и рациональными представлениями о окружающем. Именно поэтому древние люди так боялись грома. Они думали, что это боги посылают на них несчастье, хотя на самом деле это просто природо-естественный ход природных процессов. Следующий подход можно раскрыть через следующий момент. Вот вы чувствуете, что мужчина начинает вас отвергать. Спрашивайте себя, вот постепенно, постоянно спрашивайте себя, он вас отверг еще? Нет. Он вас уже полностью отверг? Нет. Да, такая возможность есть, такая возможность есть. Вы видите по его поведению, что он уже как-то кофе на вас отвергает. Но это еще не отвержение. Это не отвержение как таковое. Задавайте себе постоянно этот вопрос, спрашивайте себя, спрашивайте себя, спрашивайте себя о том, случилось ли это с вами или нет. пожалуй, еще один пример, потому что мне показалось этот пример не очень хорошо передал суть подхода второго. Я раскрою так. Вы увидели, что мужчина вас отверг. Вот это уже случилось. Прошу прощения, это первый пример, он наверное был все-таки неудачный, действительно. Вот давайте так, мужчина вас отверг, и вы видите, что прям вот случилось то, чего вы боитесь. Вы боялись отвержения на вас отверг. Спросите себя, как вам это вредит? Вот как вам вредит то, что мужчина вас отверг. Конкретно, что вам негативного это принесло? Ведь если вы хотите сделать мужчину счастливым, если вы изначально стремились только к этому, то ничего плохого вам это не принесло, мужчина понял, что без вас он будет счастливее. Это его выбор, если он на вас отверг. И это значит, что то, что вы думаете о негативном в результате того, что мужчина вас отверг, на самом деле является плодом вашего воображения, потому что вы в этом не виноват. Если вы думаете, что, например, мужчина вас отверг, потому что вы его в чем-то не устраиваете, ну, например, вы некрасивая, или что-то еще, то дело не в этом. Дело в том, что вы ему просто не по душе. и никаких лично с вашей стороны субъективных моментов нет, которые повлияли на его отвержение. Единственное, что вам не нужно делать в отношениях, это нарушать личные границы человека. То есть вы сближаетесь с ним, делаете что-то для него, смотрите на его реакции и как бы на основе этой реакции вы понимаете, нравится ему то, что вы делаете или нет. Тяготит ли его то, что вы делаете или нет. Смотрите, если вы видите, что вы слишком сильно вторгаетесь в личную границу за человека, то, конечно же, стоит остановиться, конечно же, стоит перестать это дело и в большей степени задержаться вот на том уровне, где человек нормально воспринимает то, что вы делаете. То, как вы себя проявляете по отношению к чему. То есть понятно, да, надеюсь, что ваши проблемы можно разделить на несколько направлений. Во-первых, построение грамотного поведения по отношению к мужчине, вот именно всего того, что связано с его желанием. Далее, работая именно со страхом. То есть страх это всегда лично заинтересованное. Почти всегда страх в отношении это страх чего-либо лишиться. Чего вы лишаетесь, если вас отвергают, потому что это делает вас зависимым. Например, вы боитесь потерять мужчину, потому что вы боитесь остаться одна. Почему вы боитесь остаться одна? Почему вы не можете находиться наедине с собой? Вы сами себя считаете достойной, красивой, привлекательной, умной и так далее? Если да, то вам не нужны одобрения мужчин для того, чтобы так считать. Если нет, то подумайте, какой бы вы хотели себя видеть. И станьте этой женщиной, которая хочет себя видеть. Либо максимально приближенной к этому образу. И поверьте, если вы будете чувствовать себя вот той, кем вы хотите себя ощущать, вы будете чувствовать себя идеально, если вы будете знать, что вы идеальны, то все остальные будут думать так же. А пока вы сомневаетесь в этом, ничего у вас не получится, к сожалению. А следующий момент, это момент касаемый значит осознания того, что вы хотите получить, от мужчин, что вы сами можете ему дать, и ориентация на проявление мужских поступков. Не симпатии, потому что симпатия это, знаете, мы с вами уже убедились, что например йога, например инструктора, что от таком взгляда может появиться что-то вроде любви с первого взгляда, а она получит харизму обычно. Мэтти, вы нуждаетесь в любви. Не мужчина заставил нас в него влюбиться, а вы нуждаетесь в любви. Мужчина просто дал вам, показал, что он может дать вам то, чем вы нуждаетесь. и вы как бы на это моментально отреагировали. Но мужчина ничего не сделало сверхъестественного. Да, он хритмастичный, да, он привлекательный, но он общался со всеми, так мы говорили. И это знаете, что именно вы, только вы выделили то, как мужчина себя с вами вел. Почему? Потому что у вас есть потребность любить. Потребность влюбиться. возникает вопрос. А для чего вам влюбляться? Почему вы так хотите влюбиться? Почему вам это так нужно? Вы хотите что-то получить для себя через любовь? Но мы уже сказали, что любая зависимость в отношениях, любая направленность на себя в отношениях, в отношениях, любое становление собственных желаний превыше желания другого человека в отношениях ведут к негативным последствиям. Прежде чем строить отношения, подумайте, для чего они вам. Отношения это отдача, это не получение, это отдача. Если вам чего-то не хватает, для чего вы хотите влюбиться, то нужно сперва подумать, как получить это, а потом уже строить отношения, будучи удовлетворенным. Вы знаете, я встречал такие вопросы достаточно интересные, достаточно милые в своем роде, когда меня спрашивали, ну не меня, а просто спрашивали, вот, как мне навести семью. Я хочу семью, хочу замуж, хочу детей. Ну, хочется спросить такого человека, а зачем вам сня, зачем вам дети, зачем вам брак, для чего вам это все, если вы, когда этого хотите, вы видите только образ того, что вы хотите. Когда вы говорите, что вы хотите влюбиться, вы представляете себе некие идеальные отношения, и идеального мужчины, кстати говоря, дочь. Когда вы говорите, что хотите интересного общения, вы представляете себе некое идеальное общение. И когда вы встречаетесь с общением в реальной жизни, в реальном мире, Вы, естественно, разочаровываетесь. Потому что оно не соответствует тому, чего вы ожидали. А не соответствует почему. Потому что вы не принимаете человека таким, какой он есть. Вы говорите, у вас маленький выбор, контингент очень изменился. То есть вас откровенно люди не устраивают. А нельзя, не принимая людей, построить отношения. Потому что не принимая людей, перебирая их, вы пытаетесь найти того человека, который бы максимально удовлетворял бы вашим желаниям. А так не бывает. Отношения так не построить. Нужно принимать человека таким, какой он есть. Пытаться его понять, услышать, проникнуться любым человеком. Потому что внешность и поверхность бывают обманчивы. И вот уже когда вы копнете чуть глубже, когда вы позволите человеку раскрыться, вот тут уже делать выбор. Хотите вы что-то делать для этого человека или нет? И, как бы, продолжая пример по поводу семьи, мне хочется сказать так, что вот, когда вы пишете, значит, ну вот, что вы не влюблялись все это время по-настоящему, вы, наверное, хотите влюбиться. Так вот, пока вы хотите влюбиться, да, вы будете реагировать только на таких мужчин, как вот по типу ваших инструкторов. То есть они проявляют к вам вот ту самую откровенную истинную симпатию, и, говоря истинной, я имею в виду, как бы, однозначно. Однозначно симпатия, которая и вами воспринимается тоже однозначно. Но это не имеет ничего общего с любовью. Потому что любовь – это не симпатия как таковая. Любовь – это трепет. Любовь – это забота. Любовь – это стремление просто быть человеком. А инструктор вел себя, ну, мягко говоря, некорректно, с этой точки зрения. Он вел себя, я уже вам говорил об этом, он вел себя достаточно не серьезно. У него были совершенно определенные намерения, на ваш счет, не более, что он женат и, как бы, ну, не приходится говорить о его порядочности, о его искренности. Но вы, зная это, все равно на что-то надеялись. Вот про потребность мы как раз и говорим про потребность. Может быть, вам нужно влюбиться, может быть, вы хотите интересного общения с парнями, чтобы самой чувствовать себя, ну, желанной, интересной, востребованной и так далее. И если все это так, то вам не нужно общение с мужчинами, чтобы себе это дать. Вам нужно подумать, как себя реализовать. Например, вы работаете удаленно. Вы находитесь в частности в одиночестве. Может быть, стоит перейти на работу как раз-таки неудаленно. Может быть, стоит перейти на работу как раз-таки, ну, скажем так, классическую. А может быть, стоит еще что-то сделать, чтобы вы были активно вовлечены в социальную жизнь. В любом случае, нужно подумать, для чего вам вот эта самая любовь. Потому что любовь приходит к человеку не когда он готов, а когда он полон, когда он готов отдавать, и когда он не боится отдавать. А не боится отдавать человеку лишь тогда, когда он умеет ценить, во-первых, положительные моменты, когда он умеет наслаждаться тем, что у него есть, и когда он понимает, что человеческое отношение к нему, это не отношение к нему как такову, это отношение человека к себе. Когда человек делает вам больно, когда человек как-то обещает, обставляет вас, он говорит в этот момент не с вами, он говорит в этот момент с собой. И здесь мы плавно переходим по вашему второму вопросу. Вы пишете, как реагируют на ситуацию с ребятами в съеме. Как мне... Так. Как мне... Ко мне поступили несправедливо, и поверили тому парню. Я глубоко разочарованный. Я переживаю, как реагируют достойные встречи и встречи, и компания на улице. Вы знаете, как не страдать и не обещаться, я вам уже сказал, в принципе. Понимаете, мужчина, в рту и с другими женщинами, будучи женатых, вне от счастливой жизни. Ну, не от хорошей жизни он так себя ведет. Значит, его собственная супруга его полностью не удовлетворяет. Значит, в браке с ней он несчастлив, и за счет других женщин, пытается самоутвердиться. Мужчина, который пытается самоутвердиться, достойный чего? Жалости. Жалости достойный такой мужчина, и не более того. Вот и пожелите этого мужчину. Пожелите, что он растрачивает себя на... на... с вами, на флирт с другими девушками и так далее. Ну, ни с чем этот человек останется в будущем. В отличие от вас, которая встретит своего мужчину и сделает его самым счастливым на свете, и сама будет такой же счастливой. Еще раз повторю, ваш мужчина, вот инструктор, это человек, глубоко несчастный внутренний. И то, что он делает, продиктовано его внутренним дефицитом. Ему чего-то очень не хватает. И вот то, чего не хватает, он пытается восполнить через других людей. Через вас, через других девушек. К чему это приводит, вы видите сами. Вы наглядно видите, к чему приводят отношения, когда они завязаны на личной заинтересованности, на корысти. Вы это видите. И ситуацию с инструктором вы можете воспринимать как поучительную для себя. Потому что немножечко в другой форме, более мягко, не так ярко выражено, но вы повторяете то же самое линейное поведение, что и ваш инструктор. Только чуть по-другому, только со своей точки зрения. Дальше. К вам поступили несправедливо. Несправедливо с точки зрения кого? С точки зрения вас? Потому что не поверили вам, потому несправедливо. А вот, например, люди считают, что они поступили справедливо, потому что они поверили там в парк. И почему они ему поверили? Потому что, простите, коллектив из-за клиента, занятий, ну, из-за клиента того центра, который вы посещали. Никто разрушать не будет. У рабочего коллектива этого заведения сложились теплые отношения, дружеские отношения. Никто эти отношения из-за вас разрушать не будет. Потому что люди не будут вредить себе там, где они работают и зарабатывают деньги. Это невыгодно. И поэтому для них справедливо то, что они сделали. Это вам несправедливо, потому что вам нанесли урон, нанесли оскорбление, вас обидят. Но еще раз повторю, анализируя вашу ситуацию, мне кажется, что нет никакой обиды. Я помню ваш вопрос, вы писали, что инфинктор с вами флистовал, он с вами заигрывал, но при этом он так живел себя и с другими девочками. И вы просто радостировались из-за того, что он так же себя вел. По факту, мужчина вас никак не выделял. Просто вы выделяли себя на фоне других вам, потому что вы нуждались в любви и нуждаетесь. Казалось, что он видит вас по-другому. И когда вы выяснили, что он относится так ко всем, у вас, естественно, наступило разочарование. Но это разочарование, это чисто ваша реакция продиктована вашими потребностями и не более того. Мужчина вам, как я понял, никакой надежды изначально не давал. Мужчина, как я понял, вас никак не выделял. Мужчина просто развлекался, и он будет развлекаться дальше, он развлекался до вас, и будет развлекаться после вас. Он ничего преступного не сделал. Полагаю, что вы обижаетесь с вами на себя ответить. Давайте подумаем, вот начали, как вам не обижаться. Давайте подумаем, как не обижаться. Чтобы не обижаться, нужно подумать, что заделал вас в том, что он сделал. Что заделал? А заделал вас то, что вы не отличаете для него ничем от других женщин. Хорошо. А вы хотите от него отличаться? От других женщин вы хотите отличаться для него? Да. А зачем? Если у него жена. А если вас задело именно то, что вы ничем не отличаетесь от других женщин, значит, вы не уверены в себе. Ведь если бы вы были уверены в себе, то вы бы прореагировали на эту ситуацию примерно так. Мужчина ничем не выделяет меня, потому что он не видит, какая я. А я на самом деле гораздо лучше тех, с кем он еще флиртует. А с другим он флиртует, потому что понял, что со мной у него ничего не получится. И он пытается меня заменить, но у него не получится, потому что другой такой, как я, не существует. Вот так рассуждает женщина, уверенная в себе. А теперь давайте подумаем, что мешает вам так же рассуждать. серьезно, что мешает вам? Говоря про обиды, хочется мне еще привести мой любимый пример, который я очень люблю. Он очень хорошо, на мой взгляд, иллюстрирует всю суть обиды. Вот встречается бедный и богатый человек. И бедный говорит богатому о том, что богатый человек в действительности бедный. Богатый естественно смеется. Он знает, что у него много денег, что у него много домов, что у него драгоценности, что у него там, я не знаю, там куча своих заводов, которые прибыль приносит. Он смеется. И он говорит бедному человеку, который его пытался задеть, что это он бедный. И тогда бедный человек начинает злиться. Потому что он-то понимает, что богатый прав. И бедный действительно бедный. И вот это для бедного невыносима. И бедному в этой ситуации, чтобы не обижаться, нужно либо принять себя, то есть принять, что он бедный, и принять тот факт, что не все счастье в деньгах, что есть какие-то другие ценности и сильные стороны человека. Либо стараться увеличивать свое материальное положение, увеличивать свое материальное достояние. То есть становиться богатым. То есть либо что-то делать, чтобы менять то, что вас задевает, либо принять себя такой, какая вы есть, и на этот минус не обращать внимания. И говоря о минусах, хочется сказать, что вам нужно четко и ясно понимать, какие у вас сильные стороны, что у вас получается лучше всего, вы в принципе их перечислили. В начале своего письма вы написали свои сильные стороны. Но нужно и знать слабые стороны. Нужно знать свои слабости, свои минусы. а минусы мы разделим на две части. Первая часть это те минусы, которые мы не можем изменить. Их нужно принять. Принять как часть себя и постараться обратить вам на благо. Вторая часть это те, над которыми можно работать. Их можно купировать. Их можно минимализировать для вас. И вот в этом вам нужно работать. Но для этого нужно это для начала проиллюстрировать. Можно на листке бумаги написать с одной стороны листок на листке бумаги разделяете пополам посередине по центру листка. Слева пишите достоинства, справа пишите недостатки. И когда все недостатки будут написаны просто подчеркните те, которые можно исправить. И начните четкую деятельность по исправлению этих недостатков. Но помните, что те недостатки, которые вы не можете исправить, нужно предпринять. А те недостатки, которые вы чувствуете, что можно исправить, но это перестанет делать вас той, кто есть, тоже нужно предпринять. Но приняв их, приняв свои недостатки, сделайте их своей силой. По-другому у вас не получится. Ну, в принципе, и все. Что я хотел вам сказать. В принципе, думаю, я ответил по большому счету на все ваши вопросы, которые вы задали в своем тексте. Думаю, что средства я вам дал, надеюсь, по крайней мере, на это. Если какие-то дополнительные вопросы остались, то я думаю, что примерно в это же время, через сутки, если хотите, мы можем с вами записать еще один такой вот ответ, если вам понравилось. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Всего доброго и удачи.